Добрый вечер, в эфире Тагилтв. Итоги дня. Мои коллеги, я Марина Хрусталева, готовы рассказать о событиях уходящего вторника. Капремонты в Нижнем Тагиле выполнены уже на 80%. 45 жилых домов должны полностью преобразиться в ближайшее время. Лучшие программисты Уральского региона живут в Нижнем Тагиле. В Екатеринбурге прошел этап всероссийского конкурса в области информационных технологий «Цифровой прорыв». 90 видов роз, 15 разновидностей пионов, 12 сортов лилий. Настоящий ботанический сад на шести сотках в Нижнем Тагиле прошел смотр-конкурс на звание «Лучший садовый участок» и «Лучшее садоводческое товарищество». Провести исследование Черноисточинского водохранилища. Депутат Государственной Думы РФ Алексей Былыберзин отправил такой запрос в Федеральное агентство по рыболовству. Исследование позволит определить, в какое время года, какие виды и как много рыб нужно запустить в водоем. Есть виды рыб, которые в том числе являются травоядными и они могут поедать определенные виды водорослей. Но тут главное не переборщить, какой-то определенный баланс, чтобы был, а чтобы его соблюсти, этот баланс, необходим определенные исследования. То есть есть специалисты, есть институты, которые этим напрямую занимаются. Если запрос Алексея Былыберзина будет одобрен, Черноисточинский пруд будет включен в государственную программу, в рамках которой водоемы выпускают специально выращенную молоть рыб, для того, чтобы компенсировать воздействие на окружающую среду. На заседании Законодательного собрания Свердловской области принято изменение в областном законе о предоставлении субсидий на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, усыновившим трех и более детей. Теперь денежные средства областного материнского капитала или его часть могут быть направлены на специальный счет до тех пор, пока строительство или приобретение жилья не завершится. И для того, чтобы не оставили, забрали деньги и не оставили без жилья, приняли такой закон, чтобы был накопительный счет, у нас это скромный счет называется. И там будет ТГО уже, помимо, в том числе и тот, кто покупает и наблюдает за движением здесь строительства, вот примерно вот так вот обезопасятся людей. Капремонты в Свердловской области идут с опережением графика, рассказал региональный министр ЖКХ энергетики Николай Смирнов. В среднем по городам они выполнены на 60%, в Нижнем Тагеле уже на 80%. В одном из отремонтированных домов побывала наша съемочная группа. Необычная часть капитального ремонта – ворота в арке 29-го дома на улице Победы. Ранее они были, вероятно, украдены, так что строители нашли в городском архиве фотографии и по ним сделали новые. Также в доме обновлена система отопления, отремонтирована кровля. Больше всего пришлось потрудиться над обновлением фасада. Фасад делался почти три месяца, причем делался большим количеством людей. Соответственно, не крыша, то есть в трех уровнях, то есть тоже работали в три бригады. Жители благодарны строителям за аккуратность. Вот отделку дома сделали очень качественно, очень аккуратно. Не знаю, сколько простоит, время покажет, но, по крайней мере, как делали вот эти ребята-строители, очень аккуратно все. И окна, все же окна заклеили, все же, ни один подоконник, ничего не испачкали. В Нижнем Тагиле на капитальный ремонт поставлены 45 жилых домов. В пяти из них все работы завершены. А в целом годовой план капремонтов по различным видам работ в нашем городе выполнен уже более чем на 80%, поскольку за дело взялись заранее, прошлой осенью. Сейчас уже фонд начинает работу по подготовке конкурсной документации на следующий год. Мы планируем, что где-то порядка тоже 43 домов у нас будет в следующем году в программе капитального ремонта. Планируется, что работы по всем 45 домам будут завершены до конца лета. Александр Мешков, Вадим Исков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. 17 августа 440 лет исполняется деревня Усть-Утка. Населенный пункт Нижнего Тагила, расположенный на берегу реки Чусовая, является старейшим русским поселением на территории Свердловской области. Организация праздничных мероприятий обсуждалась на совещании в городской администрации. Мы приглашаем туда на проведение 17 августа не только тех людей, которые жили в этом населенном пункте, тех людей, которые проживают там сегодня, ну и, конечно же, тагильчан, потому что сама по себе программа будет интересная. Готовится разнообразная концертная программа с участием творческих коллективов Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Гости смогут принять участие в экскурсии по деревне, будут организованы развлечения, угощения, торговля. Ожидаются визиты почетных гостей. Основное действие развернется на площадке Демидовской пристани, которая способна вместить более тысячи человек. Как было отмечено, затруднений при подготовке к событию не возникает. Определен список опасных пород собак. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее перечень 12 опасных пород. Документ опубликован на сайте кабинета Министерства РФ. В пояснении уточняется, что выбор данных пород собак без намордника и поводка запрещен. Этот пункт начинает действовать с 1 января 2020 года. В список запрета собаки внесены из-за того, что не до конца изучены особенности поведения. У ряда пород не вырабатывалась лояльность к человеку научным путем. Опасны признаны те породы, которые вы сейчас видите на экранах. 148 тагильчан стали жертвами телефонных мошенников за первые 6 месяцев текущего года. И сейчас в полицию продолжают обращаться граждане, которые стали жертвами злоумышленников. Как правило, звонки поступают от имени представителей служб безопасности банков. Жителей города призывают к бдительности. Мошенники настаивают на передаче номеров карт и цифровых кодов для якобы проведения проверки. На самом же деле, получив личные данные владельца, без труда похищают денежные средства. В случае, если по телефону поступил звонок о возможных несанкционированных операциях по вашей карте, ни в коем случае не называйте незнакомцев данные своей карты. Незамедлительно обращайтесь в офис банка, где оформлялась карта, для проверки информации. В минувшие выходные крупные суммы обманом были списаны со счетов 46-летнего мужчины, лишившегося 14 тысяч рублей, и 67-летней женщины, потерявшей 40 тысяч. По данным Главного управления внутренних дел по Свердловской области, за первое полугодие количество преступлений, связанных с мошенничеством, выросло на 44%. В Екатеринбурге прошел региональный этап Всероссийского конкурса в области информационных технологий «Цифровой прорыв». В числе его победителей – тагильчане Егор Богданов и Иван Обухов. О проделанной работе и дальнейших планах компьютерщики рассказали нашей съемочной группе. Турнир по Хакатону. Репортаж Алексея Алексеева. Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса в области информационных технологий «Цифровой прорыв» Егор Богданов и Иван Обухов прошли жесткий отбор и создали команду с двумя коллегами из Екатеринбурга и Карпинска. Далее последовал Хакатон. Хакатон – это сокращенно от двух слов «хакер» и «марафон». При этом «хакер» – это не значит, что те, кто взламывает какие-то сети, это просто знатоки компьютерных технологий. Именно творческий конкурс. Как решить какую-то существующую проблему. Над решением заданий, темы которых соответствовали основным направлениям развития страны, отраженным в национальных проектах, работали 50 команд или 200 молодых специалистов из Свердловской области. Хакатон, проведенный в Уральском федеральном университете, продолжался 36 часов непрерывно. Когда ты приходишь на 8-часовой рабочий день и его работаешь, это как одна история. А когда ты работаешь 36 часов, то тут как-то все сложнее становится. И эта работа для нас шла в очень комфортном режиме. Команде «Форвард», в состав которой входили тагильчане, необходимо было создать систему контроля эффективности деятельности медицинских учреждений на основе объективных показателей. Продукт получил высокую оценку экспертов Министерства здравоохранения Свердловской области, которые готовы взяться за его внедрение. Я считаю, что ключом к победе у нас было то, что мы поняли именно суть проблемы, которую решить. И поняли, что это конкурс не мастерства программирования, как изящно написать код, а именно как сделать заказчику то, что он хочет и ничего лишнего. Финал конкурса «Цифровой прорыв» состоится в сентябре в Казани. Там соберутся 600 команд, ставших лучшими на 40 региональных этапах. Здесь предусмотрен призовой фонд в размере 10 миллионов рублей, а также грантовый фонд 200 миллионов рублей. Это вдохновляет еще больше учиться, еще больше постигать новое. То есть это, как это сказать, это не только обмен опытом, а еще и проверка себя, конечно же. Кроме прочего, участие в конкурсе дает возможность получить предложение о работе от ведущих компаний. Нашим землякам подобные уже поступают. Алексей Алексеев, Михаил Крюков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за доплаты заслуженным учителям-врачам. Теперь людям, которые имеют звание заслуженного специалиста, будут доплачивать от 1000 до 1500 рублей в месяц. Премию получат как работающие сотрудники, так и пенсионеры. Порядок предоставления, там ежемесячные денежные выплаты и потом размер и порядок индексации. А эта выплата будет индексироваться, то есть она будет меняться годами, будет меняться и прирастать. Она определяется уже правительством с первоскопостью в соответствии с принятым законом. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. На его реализацию потребуется 3 миллиона рублей. Звания заслуженных врачей на Среднем Урале имеют 140 медицинских работников. Заслуженных учителей – 172 педагога. Звание «Народный учитель РФ» присвоено трем жителям региона. Лучший двор, дом, подъезд определен. В этом году на участие в конкурсе подано 118 заявок. Это рекордное количество участников за 20 лет отмечают в Управлении жилищного и коммунального хозяйства администрации города. В ходе объезда члены комиссии оценивали участие жителей в благоустройстве дворов, состоянии домов и подъездов, а также наличие энергосберегающих технологий и соответствующей платежной дисциплины. По итогам объезда комиссия присвоила места по следующим адресам. Лучший подъезд на «Космонавтов-9», лучший дом на «Зари-13», лучший двор также на «Космонавтов-9». 90 видов роз, 15 разновидностей пионов, 12 сортов лилий. И все это многообразие цветов на одном садовом участке. В Нижнем Тагеле прошел смотр-конкурс названия «Лучший садовый участок» и «Лучшее садоводческое товарищество». Пример для подражания – репортаж Анны Воробьевой. «Я только учусь», признается Оксана Волохина, владелец участка в садовом товариществе номер 15 НТМК. Сад вместе с мужем купили 10 лет назад. Все было запущено. Творчески подходить к делу стали постепенно. Муж выполнял работы из дерева, женщина при лае вязала фигурки. В городском конкурсе название «Лучший садовый участок» участвуют впервые. «Мама, конечно, тут мне помогает. Начинает овощи, но я потихонечку от них избавляюсь, чтобы цветы где-то что-то было, чтобы ярко все было. Ну и соседи ходят, когда что-то хвалят, мне как бы это приятно. И на следующий год я начинаю еще что-то выдумывать». Основная работа приходится на май-июнь, говорят садоводы. Уже 12 лет Галина Деньгина владеет участком в садовом товариществе «Дорожник-2». За это время хозяйке удалось создать свою собственную оранжерею под открытым небом, где растут 90 видов роз, 15 разновидностей пионов, 12 сортов лилий. Почти на семи сотках земли расположились более 300 видов растений и кустарников. «Ой, вы знаете, мне нравится все. Я люблю все. Мне очень нравится наводить порядок. Я не люблю, когда у меня там где-то что-то, трава какая-то растет. Вот когда приезжаешь, естественно, все открыть, обрезать, обработать, полить, подкормить, прополоть. Вот первый раз. А потом уже как-то все нормально, все быстренько так получается, уже трава так не растет». В этом году название «Лучший садовый участок» претендует 21 сад. Члены городской комиссии оценивают рациональное использование и оформление участка, разнообразие видов и сортов выращиваемых культур, соблюдение правил пожарной безопасности и строительных норм. Смотр-конкурс проводится управлением промышленной политики развития предпринимательства администрации города. «На таких маленьких участках они могут выращивать такое количество разнообразных растений, не то что которые уральские, как бы призванные, да, но и такие заграничные растения, скажем так, которые не боятся такого климата, они, видимо, их и укрывают, и лелеют, и холят, и берегут их». Во второй номинации «Лучшее садоводческое товарищество» участвуют три организации. Здесь члены комиссии обращали внимание на благоустройство территории, организацию пожарной безопасности, сборы твердых бытовых отходов. Председатель садоводческого товарищества номер 15 НТМК Александр Шейбель рассказал, «За три месяца им удалось внедрить раздельный сбор мусора среди садоводов». «Дело-то в том, что у нас до того уже насторожили всех этих садоводов, что и даже и кусты не жгут, там не закапывают, все суда везут». Результаты подведут в четверг. Победители конкурса наградят в День садовода – в начале сентября. Анна Воробьёва, Павел Лисин, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Нижний Тагильский театр «Кукол» прошел отбор на международный фестиваль современной драматургии «Коледа Плейс». Мероприятие пройдет в первой декаде ноября в Екатеринбурге. На сцене «Коледа» театр тагильчане покажут спектакль по пьесе Николая Коледы «Аленький цветочек». «Мы очень этому рады, что в списке участников всего один театр «Кукол» и это мы. И я надеюсь, что мы покажемся достойно и не подведем наш театр и наш город». Кащей Бессмертный, Баба Яга, Винни-Пух и Пятачок теперь живут во дворе дома 41-а на улице Космонавтов. Такой подарок сделали себе жители ко дню города, украсив зеленый пустырь. Сказочный двор. Репортаж Вероники Самойловой. Казалось бы, маленький островок, а сколько любимых всеми персонажей поселилось на этой полянке. Кащей Бессмертный, Баба Яга, Винни-Пух и Пятачок. Все они теперь живут во дворе дома 41-а на улице Космонавтов. Работала над созданием сказочных персонажей местная мастерица Вера Бэйм. Первого слоника, да, розовый слоник сделали. Потом жирафика сделали. Ну, вечерами зимними что делать? Пришла идея, мысль какая-то. Подумали, сделали, покрасили, поставили. Материалы для создания скульптур собирали всем домом, рассказывают женщины. В ход шли даже пластиковые бутылки. Каждый внес свою лепту в создание сказочного двора. Кто-то принес игрушки, кто-то цветочную рассаду. Цветы – это красота. Сами рассаду делаем, и потом садим. Всем двором уже. Новинка этого лета – плетёные ограждения и лавочки из прутьев. Мы сами вот эти столбики пилили, собирали на свалке, тут спиленные деревья были. Делали прутики, сами вкапывали, вставляли. Ну, а лавочку, скамеечку помогал муж делать. Тоже из подручных материалов. Теперь этот двор в округе стал популярен. Сюда приходят играть и ребята из соседних домов. Впрочем, взрослые тоже не против прогуляться в красивом и необычном дворе. Вероника Самойлова, Михаил Корзняков, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Такова информационная картина этого дня. Мне остаётся лишь напомнить – делайте новости вместе с нами. Звоните по телефону 4195-51 или оставляйте сообщения Тагил-ТВ в социальных сетях. Оставайтесь на нашем канале. Впереди вас ждёт много интересного. С вами была Марина Хрусталёва. До свидания. Рубрику представляет компания «Сенегорье». Воспитанники спортивной школы номер 4 приняли участие в соревнованиях по шоссейному велоспорту, которые прошли в посёлке городского типа Пышма в рамках открытого первенства Свердловской области среди юношей и девушек. На старт в дисциплине «Многодневная гонка» вышли более 200 спортсменов. Соперниками тагильчан стали велосипедисты из Екатеринбурга, Азбеста, Каменск-Уральского, Кургана, Оренбурга, Тюмени, Челябинска. Команда хозяев. Серебряные медали сумели завоевать Михаил Докучаев и Богдан Нагорнов. Бронза у Игоря Чернявского. Редактор субтитров А.Семкин Всем привет! Тагил ТВ запускает новый проект «Тагил рулит». Хотите стать его участником? Тогда присылайте нам видео с вашего отпуска. Отдыхайте на море, за границей или путешествуйте по России и снимайте себя на видео. Рассказывайте об увиденных достопримечательностях или о необычных находках. Проводите отпуск на даче в компании грядок и овощей. Не стесняйтесь рассказывать о своём летнем отдыхе нам. Отправляйте видео на сайт телеканала и вас увидят тысячи тагильчан. Да, и не забудьте в конце ролика добавить фразу «Тагил рулит». Покажем, как можно интересно и культурно отдыхать. До встречи на экранах! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok